Мы не зарабатываем вход на небеса. Это нонсенс. Вы никоим образом не сможете заслужить или заработать милость и благодать Бога. Принимая благодать Бога, вы одновременно берете на себя ответственность. Вот в чем все дело. Продолжение следует... Неполитического, немедицинского и ненаучного характера. Корень проблем, с которыми мы столкнулись, корень волнений, которые происходят на наших улицах и болезни в нашей стране, лежит в духовной сфере. Я не жду, что в это поверит светский мир, но если в это не поверит церковь, мы обречены. На церкви лежит большая ответственность. К сожалению, мы решили, что сидеть в церкви и быть вежливым — это то же самое, что искать Бога. Нам нужно измениться. Хорошая новость в том, что Бог силен все изменить. Для этого не потребуется ни армия, ни голосование Конгресса, ни выбора. Если мы смиримся, Бог начнет действовать, и у наших детей и внуков будет другое будущее. Гораздо лучшее будущее, и это прекрасно. Мне кажется, что мы забыли о фундаментальных и истинных церкви. Церковь с большой буквы, а не только нашего собрания. Кем мы должны быть, во что нам необходимо верить, и какой должна быть наша роль в этом мире — вот что мы, кажется, недопоняли. Мы не должны забывать о своей главной ответственности последователей Христа. Наша основная цель — не пойти на небеса, но выполнить волю Бога, находясь на земле. Бог позаботится о нашей вечности, если мы посвятим себя исполнению воли Божьей, пока мы живем на земле под солнцем. В Евангелии от Матфея Иисус сказал, «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленым?» Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Не отчаивайтесь. Если вы посмотрите вечерние новости и увидите настроение нынешнего общества, вы можете отчаяться. Библейская история содержит много подтверждений того, что общество может обновиться, даже самое коррумпированное и испорченное. Но если мы хотим увидеть, как Бог восстанавливает наш мир, то нам сначала нужно искоренить привычное мнение, что христианство — это сугубо личный опыт. Удивительно, правда? И тревожно. Вместо гражданских прав мы учим студентов моральной амбивалентности и цинизму. Студентов учат тому, что Америка — лишь одна из множества абсолютно равных народов, что нет такого понятия, как развитое или неразвитое общество, и все морально равны. Это ложь, что любые культурные ценности, независимо от их содержания, нужно всегда принимать с толерантностью. Или что с учетом всех факторов, американцам можно не только многим гордиться, но и за многое отвечать. Это ставит под угрозу безопасность нашей страны. Этому нужно положить конец. Сначала такие представления должны исчезнуть из сердец тех, кто считает себя последователем Христа. Моральная ясность не требует субъективной оценки нашей истории западных идеалов. Патриотизм — это не национализм. Несправедливость в определенных сферах — это часть американской истории. Мы это признаем, но справедливое и серьезное изучение нашей истории показывает, что наш народ, несомненно, был и продолжает быть мощной силой добра в современном мире. Мы с вами — хранители драгоценного наследства. Пришло время вспомнить о своем наследии и о тех жертвах, которые были принесены, чтобы мы радовались всему тому, что имеем сегодня. Все это не получено даром, и это не достанется следующим поколениям без жертвы с нашей стороны. Мы не можем с чистой совестью пользоваться благословениями Бога, игнорируя свою ответственность быть послушными и верными, и думать, что эти благословения перейдут к будущим поколениям. Давайте обратимся к Писанию. В нем есть много историй, размышляя над которыми, я сделал несколько выводов. Первый — внутренние проблемы представляют большую угрозу для нашего благополучия, чем внешние. Внешние враги не были существенной угрозой для народа Божьего. Хананеи не были самыми злостными врагами израилетян, как и филистимляне. Самая большая угроза таилась в их сердцах. Самую большую угрозу для нас несут не светская культура, прогрессивные идеологии или какая-то другая страна. Величайшая угроза для нашего будущего сокрыта в сердцах тех из нас, кто считает себя последователем Христа. Далее второй урок — «Божий народ в образе жизни которого уже заложено». Религия и вера часто отступают от истин Бога. А вы можете в полной мере участвовать в религиозной деятельности, отмечать праздники, но быть далекими от Божьих истин. Библия полна таких примеров. Ну и третье — Бог призывает нас покаяться. Это призыв не к кому-то другому. Покаяться нужно нам самим. Далее четвертое — «Если мы отказываемся меняться, отказываемся покаяться, если мы упрямимся и демонстрируем свою самоправедность, результатом обычно бывает Божий суд». А теперь на минуту обратимся к пророкам и посмотрим, не напоминают ли их слова о современной Америке. Сегодня многие это подмечают. Я уверен, что Писание говорит об этом с ясностью, шокирующей ясностью. И вот Иеремия, 5 глава, 30 стих, говорит нам. «Изумительное и ужасное совершается в земле сей. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?» Иеремия видел грядущее разрушение. Он говорил, «Вам все нравится. Вы не хотите меняться. Что же вы будете делать после всего этого?» В дополнение я хотел бы прочитать вам из Исаии, 59 глава, 13 стих. «Мы изменили и солгали пред Господом и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова». И Иисус отступил назад, «И правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти». Возьмем два этих отрывка и постараемся понять их суть. Они описывают страшное и шокирующее с точки зрения Бога время. Бог говорит, что вместо истины народ выбрал ложь. Пророки пророчествовали ложь, а священники игнорировали истину. Они предпочли собственную власть, а власть собственной силы, собственные возможности. Те, кто должен говорить истину, говорили ложь. Это во многом похоже на современное общество. За последние недели и месяцы в дискуссиях между людьми, ответственными за принятие решений на всех уровнях в нашей стране, одна мысль остается неизменной. Народ больше не доверяет их посылам. Народ не доверяет ни политикам, ни СМИ. Люди не знают, кого слушать, от чего их страх и смущение только нарастают. Пророки пишут, что народ отверг власть Бога и предпочел мнение людей. Затем пророки говорят, что народу так нравится, им нравится так жить. Их вполне устраивает такая жизнь. Им нравится, когда им лгут. Большая часть нашего нынешнего разочарования вызвана тем, что пошатнулись наши привычные устои. Люди не понимают, как вернуть все в прежнее состояние. Как вернуть прежнее состояние экономики, как вернуть прежнее состояние школьной системы и обучения в университетах. Друзья, траектория нашего движения ведет к разрушению. Богу нужно вмешаться и дать нам возможность оценить происходящее, поразмышлять и обратить свои сердца и лица только к Нему. Второе послание Фессалоники, цем 2 глава, 3 стих. «Да не обольстит вас никто и никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели». Павел дает Фессалоникиской церкви возможность узнать, что будет предшествовать возвращению нашего Господа. Он называет несколько характеристик. Придет отступление, люди будут отворачиваться от истины. Могу озвучить неоспоримый факт. В религиозной жизни Америки идет беспрецедентное отступление. Люди отказываются принимать Слово Божие как авторитетный источник для жизни в вере. Они заявляют, что идеи должны развиваться, что наше понимание семьи, ориентации и человеческого поведения не должно ограничиваться такими устаревшими вещами, как Библия. Сегодня этому учат не только в университетах, мы видим это в церквях, и терпим это в общественных институтах. Как такое возможно? Мы самая активная христианская нация. Мы оказываем наибольшее влияние, отчасти благодаря благосостоянию, отчасти нашим инструментам коммуникации. Здесь много факторов, но на нас лежит уникальная ответственность. Бог дал нам свободу, благословение и изобилие, чтобы мы могли нести Евангелие Царства по всему миру, но мы при этом нехотя признаем уникальность Иисуса. Мы не решаемся сказать то, что Иисус говорил о себе. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Он путь, истина и жизнь. Таково наше послание. Первое послание Тимофею. Посмотрим 4 главу 1 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Истину отвергают, но мы не будем терпеть это в школах или Верховном суде, мы не будем терпеть это в коридорах правительства. Когда люди отвергают истину Бога, пустоту заполняют бесовские духи. Мы все больше склонны к принятию всевозможных, неправильных решений и аморальному поведению. Мы начинаем придумывать новые нормы. У Иакова в 3 главе сказано, «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Оставшееся время я хочу посвятить тому, как правильно реагировать. Вернемся к посланию Иакова. 1 глава с 21 стиха. «Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваше душе. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Иаков пишет тем, кто считает себя частью церкви. «Отложи всякую нечистоту и остаток злобы, которая так широко распространена, которую так легко перенять. В кротости примите насаждаемое слово. Если вам нужно еще одно определение, если нужно над чем-то поразмышлять, если вы просто пожимаете плечами и говорите, «Во мне нет остатка злобы, я дам вам небольшое домашнее задание». Откройте 5 главу Галатам, стихи 19 и 20, и поразмышляйте. «Спросите у Духа Божьего, не дали ли вы в своей жизни место этим проявлением плотской натуры?» Зачастую мы представляем грех в виде огромного аморального серийного убийцы, который планирует теракты против большого количества людей. Однако это те мелочи, которые мы терпим в своих сердцах, то поведение, которое мы в себе извиняем, или послушание, которое мы не проявляем. И это делает нас уязвимыми. Иаков не просит нас избавиться от большей части злобы, которая нас беспокоит. Ее нельзя терпеть вовсе. Отложите всякую нечистоту, и вместо этого будьте послушны. Послушание — это выбор. Многие решения, которые я принимал в своей жизни, совсем не были приятными. Но я извлек свой урок. Порой мне нужно принимать решения, которые больше похожи на наказание, чем на обретение удовольствия. То же самое верно, когда мы ищем Господа. В Откровении 3 главе 1 стихе есть послание Сардийской церкви. Здесь сказано, и ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божьих. Так говорит держащий семь звезд. «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедуя имя его пред Отцом Моим и пред ангелами его. Имеющий ухо дослышат, что Дух говорит церквям. Эти слова отрезвляют. Это написано для верующих, а не для язычников, нечестивцев или каких-то других людей, которые ведут безбожный образ жизни. Это написано для церкви. Здесь сказано о тебе, думают одно, но реальность совсем другая. Считается, что ты жив, но ты на самом деле мертвый. Ты активно можешь указать на множество своих действий, но духовно ты мертв. Пробудись, наконец, от своего сна. Проснись. Если бы я подыскал слово, чтобы описать нынешнее состояние американского евангелизма, это было бы слово «спящий». Оно вовсе не подразумевает нечестие. Когда вы спите, вы ни в чем не принимаете участие. Вы просто спите. Да, покой необходим, но если вы больше ничего не делаете, вы теряете то, для чего были сотворены. Теряете возможные плоды. Слишком долго мы были инертными. Нам говорили, что нужно быть толерантными к нечестию и всем видам безбожного поведения. Поэтому мы молчали. Затем мы увидели, что люди, отстаивавшие зло, аморальность и безбожие, получили власть. И они проявляют все, кроме толерантности. Они устраняют все, что им не угодно. Нам нужно пробудиться и отстаивать истину живого Бога, которую Он вложил в наши сердца. В сардийской церкви сказано, «Я не нахожу, чтобы дела Твои были совершенны». Нам нужно пересмотреть свое понимание веры. Пастор, я произнес молитву покаяния. Я принял крещение. Немного помогаю в церкви, даже жертвую. Иисус говорит, «Вам нужно укрепляться, потому что есть то, что вам нужно преодолеть». Наша первая реакция, «Я не уверен, что я этого хочу. Можно я вернусь в свой безопасный уголок и вздремну?» Ответ – нет. В книгах Исаии и Еремии мы читали, что людям нравилось все, как есть. Нам нужно слышать, что говорит нам Дух. Нам нужно стать сильнее. Нам нужно учиться новому. Затем Иисус сказал, «Вам нужно подчиниться и покаяться». Возможно, самые отрезвляющие слова в этом отрывке «Я не изглажу имени того, кто победил из книги жизни». Значит, есть и те, чьи имена будут изглажены. Мы были надменными, самоуверенными, самоправедными. Мы больше думаем о безопасности своего положения, чем о своей ответственности как последователей Христа. «Мы не зарабатываем вход на небеса». Это нонсенс. Вы никоим образом не сможете заслужить или заработать милость и благодать Бога. Принимая благодать Бога, вы одновременно берете на себя и ответственность. Вторая церковь, о которой пойдет речь, это церковь Владики. Это все та же третья глава Откровения. Послания схожи. Иисус говорит, «Знаю твои дела». Размышляли ли вы об этом по-настоящему? Вы задумывались о том, что Иисус обращает внимание на то, что мы делаем? «Знаю твои дела». От Него ничего не скрыто. Пастора обмануть нетрудно. Он не настолько смышлен. И не настолько вас знает. Если вы скроетесь за деревом, я не увижу вашего лица. Но Иисус сказал, «Знаю твои дела». Он сказал ладикийцам, «Знаю твои дела». «Ты не холоден, не горяч». Но если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из устной. Я не хочу быть с тобой. Я не хочу тебя видеть. Я не терплю теплоты. Ты говоришь, «Это наша самооценка». Ибо ты говоришь, «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нак. Ошеломляющее сравнение». Мы говорим о себе, что мы богаты и ни в чем не нуждаемся. Но на самом деле мы слепые ноги. Вы не осознаете свои нужды? Если вы не осознаете свои потребности, если думаете, что вы самодостаточны, что вы обрели все необходимое для жизни, если такие мысли укоренились в вашем сердце и разуме, вы несчастны, жалки, слепы и наги. Затем Иисус дает совет. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была сромота ноготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Он не покидает церковь, не извергает ее вон. Это не пристыжение. Это точный диагноз и решение. Это последняя стадия болезни, и лекарства от нее. Лекарства со стопроцентной эффективностью. Это хорошая новость. Вы не успели сказать «Аминь». Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Если вы обнаружили такие мысли в своем сердце и разуме, в ближайшие несколько дней откажитесь от горечи и обид и побудьте в покое. Скажите «Господь, я слушаю, я слушаю, я приму обличение даже от язычника, ты можешь дать мне совет даже через нечистивца. Я слушаю, Господи. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Я вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Если ты пригласишь меня, я приду. Что мы потеряем, если, скажем Господу, я раскаиваюсь в состоянии своего сердца? Возможно, я не до конца понимал, как реагировать на упадок нашего общества и крушение влияния христианства. Я задумаюсь над этим. Я реагировал неправильно. Господь, я каюсь. Я хочу пригласить тебя в свою жизнь. Это очень сильное послание для нас. Не старайтесь заработать Божие благословения. Он благословляет в ответ на наш выбор и наши поступки. Скажите «Аминь». Седьмая глава Откровения. Она рассказывает, как применить крест и искупление Иисуса. Обратите внимание на последовательность того, что говорит Иисус. Будь ревностен и покайся. Обличение предшествует покаянию. Я прошу Господа дать нам святую неудовлетворенность, растормошить нас, чтобы мы не успокаивались. Если вы уснули, если занялись тем же, что делали раньше, я молюсь, чтобы вам было некомфортно, когда ваши дела не славят Бога. Если мы становимся теплыми, пусть приходит чувство неудовлетворенности. Если мы стали полагаться на себя, на свою силу, на свою мудрость, пусть Дух Божий обличает нас, чтобы мы приняли правильное решение и раскаялись. А теперь я хочу пригласить вас помолиться вместе со мною. Аминь, друзья. Аминь. Я поведу вас в молитве, а вы можете повторять за мною вслух эти простые слова. Отец Небесный, мы приходим к тебе в смирении. Мы ушли от твоей истины. Нам стало комфортно в обольщении и тьме. Мы переключили внимание на свои амбиции. Мы ценим удобство больше, чем послушание. Прости нам наши грехи. Смягчи наши сердца вновь. Открой наши уши, чтобы мы слышали тебя. Мы возносим к тебе свои голоса, ведь только ты можешь принести спасение в нашу жизнь. Ты верный Бог, Бог милости и истины. Мы смиряемся перед тобой всем своим сердцем, разумом, душой и телом. Во имя Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Давайте вместе читать по плану Библию за год. Для этого нам потребуется около 15 минут в день. Через крест Иисуса Христа приходит Божие обеспечение в нашу жизнь. С помощью молитвы вы можете открыть дверь для осуществления Божьего плана в вашей жизни. В ответ на вашу поддержку нашему служению и чтобы поддержать вас по знанию Бога, мы хотим выслать вам в качестве подарка книгу молитв пастора Аллена через крест молитвы на каждый день. Также вы можете приобрести серию из пяти дисков через крест пастора Аллена. Ваша поддержка позволяет нам выходить в эфир. Заказать книгу можно на сайте или по телефону. Вместе мы меняем этот мир. Давайте вместе читать по плану Библию за год. Для этого нам потребуется около 15 минут в день. Через крест Иисуса Христа приходит Божие обеспечение. С помощью молитвы вы можете открыть дверь для осуществления Божьего плана в вашей жизни. В ответ на вашу поддержку нашему служению и чтобы поддержать вас по знанию Бога, мы хотим выслать вам в качестве подарка книгу молитв пастора Аллена через крест молитвы на каждый день. Также вы можете приобрести серию из пяти дисков через крест пастора Аллена. Ваша поддержка позволяет нам выходить в эфир. Заказать книгу можно на сайте или по телефону. Вместе мы меняем этот мир.